Без преувеличения, все внимание кыргызстанцев было приковано к проходящему в Белграде чемпионату мира. Там блестяще выступила наша сборная по спортивной борьбе. Сразу три золота и по одной серебряной и бронзовой медали. Я хочу, чтобы каждый спортсмен, который начал, даже сегодня пришел в зал тренироваться и хочет показать, если у него в мечтах есть, то чтобы он никогда не сдавался, потому что я очень хочу, чтобы он также, каждый спортсмен, почувствовал то чувство, которое я на сегодняшний момент чувствую. Это такое наслаждение спортсмена, когда достигает, когда выигрывает, когда он стоит на педестале, когда озвучивает твое имя, твою страну, и тем самым звучит твой гимн, это непередаваемые чувства. Соперники у меня были сильнейшие, но благодаря усилиям, в том числе, конечно, наших тренеров, удалось подобрать правильную тактику и одолеть соперников. Теперь следующая цель – Олимпиада. Нам предстоят долгие месяцы усиленных тренировок. Каждый из нас хочет оправдать надежды всех кыргызстанцев. Готовились мы усердно. Сейчас мне предстоит выступить на еще одном первенстве, которое состоится в конце октября. И там я приложу все усилия, чтобы развивался флаг Кыргызстана и прозвучал наш гимн. Поздравляя борцов с великолепным результатом, президент Садыр Джапаров отметил, что впервые в истории Кыргызстана отечественные спортсмены в общекомандном зачете оказались в тройке лучших. Тем самым, наполнив всех кыргызстанцев бесконечной радостью, атлетам глава государства вручил денежные сертификаты. Мы возлагаем большие надежды на тех, кто выиграл путевку на летние Олимпийские игры, которые пройдут в Париже в следующем году. Конечно, мы не оставим без внимания спортсменов, высоко развивающих национальный флаг и обещаем, что их достижения будут оценены по достоинству. На нынешнем чемпионате каждый из нас внимательно следил за терпеливостью и уверенностью Акджула Махмудова, ловкостью Джалмана Шершенбекова и безупречными движениями Джумашбекулу Таирбека. Мы также были уверены, что Айсул Таирбекова выиграет золотую медаль. В свою очередь, Айпереми Детказы, несмотря на свою травму, боролась до конца и была вознаграждена. Впрочем, на прошедшем первенстве планеты наши спортсмены завоевали не только медали, но и путевки на предстоящие в Париже Олимпийские игры. Благодаря высочайшему мастерству борцов сборная Кыргызстана заняла третье место в общекомандном зачете чемпионата мира, в котором участвовали спортсмены из 30 стран. На предстоящие Олимпиады в общем мы завоевали 4 лицензии на сегодняшний день. Но у нас с Нового года есть 2 турнира. Первый континентальный турнир, который будет проходить в Бишкеке. Там разыграться будут первые и вторые места, 2 лицензии весовой категории. А следующее будет в Стамбуле, Турции. Это первое по третье место. И там тоже есть у наших спортсменов большие возможности, которые мы очень постараемся завоевать больше лицензий. Победы наших спортсменов изменили и рейтинг объединенного мира борьбы. Борцы Айсулуты Небекова, Акджел Махмудов и Джоламан Шаршинбеков, как сообщается на сайте организации, вышли на первое место в своих весовых категориях. Спасибо. Спасибо. Спасибо.